Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И сегодня мы будем делать веночек. Веночек из светлых, небольших розочек. Для этого нам понадобится ткань. Я использую несколько тканей. Вот эти две. Это Креп Атлас искусственный. Один из них чисто белый, другой вот такого вот молочного цвета. И еще одна ткань. Это шифон. Это шифон натуральный. Все ткани обработаны. Эти две ткани обработаны желатином. А этот я обрабатывала специальным раствором цветоделия, который есть у меня тоже. Эликсир называется. Итак, мы будем использовать следующие, кроме тканей, будем использовать еще такие инструменты, как булька. Булька, размер бульки должен быть по размеру нашего лепестка. Как делать выкройку лепестка? Сейчас я вам покажу. Вот, то есть наша булька должна ложиться на один из лепестков и еще выходить за край где-то миллиметра на два, не больше. Для листиков нам понадобится ультратонкий японский нож. Вот такой у меня. Для завивки нам понадобится пинцет, ножницы, естественно, и две подушки. Одна мягкая, другая твердая. Более полу-жестко еще называют ее. Клеем я буду пользоваться вот этим. Хенкель момент ПВА-Д3. И теперь нам еще также понадобятся серединки цветочков. В зависимости от того, сколько вы хотите цветочков, нам нужно сделать вот такие серединки ватные. Вы их уже умеете делать, в принципе, я их объяснять не буду, как делать. А у меня здесь вот семь. То есть я рассчитываю на семь розочек. Возможно, это будет мало. Возможно, нужно их будет сделать восемь или девять. В зависимости от того, как мы их плотно уложим на наш веночек. Итак, как делаем мы выкройки нашей розочки? То есть выкройки, они будут вот такие. Из ткани я вырезаю вот различные, видите, по размеру, вот такие вот четырехугольные, четырехлистные квадратики. Какое количество нужно на каждую розочку? То есть если не считать, что у нас есть вот такая серединка, нужно сделать вот небольших, небольших вот размеров таких чашелистиков где-то три и еще как минимум четыре будут покрупнее. То есть всего где-то семь вот таких вот лепестковых круга, да? Каким образом мы это делаем? Мы делаем их из, все-таки, квадратов, а не из кругов. То есть вырезаем по размеру примерно такого, какого мы хотим, шириной. Складываем его так, чтобы получился квадрат. И вот получился у нас квадратик. Можно сделать вот, у меня просто креп сатин достаточно плотный, поэтому его лучше использовать в однослойном. Если у вас это, допустим, атлас натуральный, то его нужно сложить вдвое. Если у вас тонкий японский шифон или что-то такое тонкое, туалька, например, то здесь можно уже и в четверо сделать их. Просто гармошкой сворачиваешь. И вот так, смотрите, сворачиваем пополам и еще раз пополам. И получается вот такой квадрат. Вот здесь вот вместо сгиба его, да? Теперь берем ножницы и аккуратно отступаем где-то примерно сантиметр. Вот так вот по кругу обрезаем лепесток. И получаем вот такой лепестковый круг. Вот, очень легко делаются вот такие выкройки. То есть делаем из всех тканей, которые у нас есть в наличии. Можно использовать одну ткань, в принципе, если вы так хотите. Я вот использую несколько. Так, как делать листики я еще вам не показала. Листики делаются, в принципе, таким же образом. Но вот сейчас я вам покажу. Вот у меня тоже полоска ткани. Мы ее складываем вдвое. Вот тот же квадрат, да? И вот по диагонали мы просто делаем вот такой лист. Без всякой выкройки. И получается он у нас по косу. Скроенный по косу. Вот. Потом мы его можем, в общем-то, еще сделать ему ажурные края. И получатся нормальные листики. Вот таких листиков надо тоже вырезать. Могут они быть разного размера. Это вот достаточно большие листики. Можно сделать их поменьше, в зависимости от того, как вы читаете нужным. Теперь приступаем к краске наших лепестков. Вообще, наш веночек я планирую сделать очень светлым. То есть он будет достаточно бледный, не яркий цветочки. И вот на примере разных лепестковых кругов, да? То есть наших четырех листников из шифона, из крепотласа белого и молочного цвета. И вот из листика молочного цвета. Я сейчас вам покажу, как примерно можно окрасить наши детали. Берем чистую воду. Окунаем наши детальки в воду. И раскладываем на газете. Вот. Наши детальки готовы. Теперь берем краску. Краску я разводила. У меня гамма-батик. Хобби. Здесь светло-желтая. Здесь розовая. И здесь зеленая. Значит, берем желтую. Желтой мы окрашиваем. Срединку вот чуть-чуть, чуть-чуть вот заходим на лепестки. Буквально чуть-чуть. То есть срединка. И немножко зашли на лепесточки. Вот так. Таким образом хватит. Теперь берем розовый цвет. Опять же мы его окрашиваем слегка. Буквально чуть-чуть. Вот это так даже вот много. Вот. И когда чувствуете, что что-то много, можно сразу разбавить водичкой. Я его сейчас немножко еще так расцвету. И допустим пару вот листочков, лепестков мы окрашиваем вот так. Остальные мы просто разбудим водой. Вот. Надо растереть так, чтобы не было воздушных вот здесь вот таких шариков внутри. Чтобы краска хорошо растеклась и она, чтобы равномерно окрасилась. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот что у нас получилось. Вот так вот окрашиваем один лепесток. Мы его тут же положим сушить. Вот примерно так же окрашиваем все остальное. Вот смотрите, мы берем наш розовый. Ну здесь в принципе можно все лепестки немножко закрасить этим розовым. И вот так вот обычной водой немножко его растушевать. Крепатлас. Вот на шифоне, видите, очень хорошо все располовывается. Крепатлас здесь он немножко плотный сам по себе. И поэтому здесь надо немножко побольше растирать. Вот так. Вот так вот получился второй лепесток. Он закрашен. А когда он высохнет, он будет вообще бледный. Сейчас вот он бледный, а потом еще бледнее станет. И вот последний наш лепесток. Сейчас я вам покажу. Он это уже молочного цвета. Также мы разводим бледным. Вот по лепесткам. И полностью весь лепесток. Воздушные вот эти пузырики мы все выводим. И разглаживаем полностью весь лепестковый круп. Вот так у нас получился третий лепесток. Вот у нас лепесточки готовы. Таким образом мы окрашиваем полностью все лепестки. Листики также смачиваем сначала водой и раскладываем его. Теперь берем желтый цвет и окрашиваем полностью весь желтым. Берем зеленый цвет. Зеленый у меня не сильно насыщенный. Он такой легкий. Легкий зеленый. Мы его с одной стороны сделаем поярче. Вот. А с другой стороны можно взять еще вот этот наш розовый. И чуточку его оттенить розовым. Можно теперь еще взять желтого. Вот где-нибудь в срединке еще пройтись немножко желтым. Вот так. Немножко размыть цвет между розовым и зеленым. Вот по центру желтым. И вот таким образом у нас получается вот такой листик. Вот так он выглядит. Таким образом мы окрашиваем полностью все листья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...